ребятки утро доброе на улицу людей смотрите погода замечательная ветра нет солнца здорово сейчас народ поедет кататься а я хочу сходить порыбачить заниматься какой-нибудь того ухой ну короче всякие такие приятности поделать она не спит один юра все остальные мухоморят даже дети дрыкну как суслики костян проснуться привет ну все доброе утро сейчас умывалки собиралки ближе боки спят еще а я я я сейчас всех пойду пинать по канистрам папка спит еще что ну что ты мухомор уютненько уютненько выходить не хочется у ее чуть а дырки насквозь сделано что ну фонарик ну он фонарики радиатор зачем а специального чтобы с них и никого вот многие задают вопрос почему у вас спущены колеса на ночь они не сами спускают мы спускаем для того чтобы было легче заходить выходить чтобы вездеход не шатала ветром в общем чтобы было удобно потому что пока вездеход 20 раз запрыгнешь выпрыгнешь приятного аппетита вот дежурный у нас по лагерю кто первый стал тот и дежурный я думал ты плова казан наварил а ты овсянки себе стакан только сделал вот такой у нас теперь воздушный фильтр еще не зачистили не доделали но мы его отсюда убрали потому что это издевательство над фильтрующим элементом не должно быть его здесь наша супер-турбопечь заработал жале сапог две минуты полтора литра закипает юра уже на рыбалку пошел он гуляет завтрак готовим туриста на 12 человек одна сковородка по яйцу каждому сковородка у нас новый чугунный из категории яйца до бориса он всем занимается чем не попадет категория c1 филиал всем привет у нас наступил болотный утро день на болоте сон быстро прям как наркоз глаза открыл закрыл все уже случилось видели ребят тюлень проснулся у нас уже вторая порция и яичницы готовится он проснулся только ну хватит там точить не уставную еду вичугские сосисочки то тут зову привет большой здравствуй завтрак так как корму что а мне творожок ребята смотрите нам какую штуку алексей сделал вот это шерп вот это шерп у нас сейчас мы его есть будем скоро красота да и съедим настоящий тоже вадим у нас тут лаваш какой-то сделать фирмовый вкусный мясом красота смотрите собралась собралась так сколько тут а вам бы только зрелище а мне вот ребят произошла проблема никто не хочет идти есть еда есть да стоило мне раздать интернет все все он видите в интернете михаил что-то не хочет тоже есть не шевелится он они он они интернет люди на природу выехали димасик ты как замечательно а у тебя стульчик просто удобный очень до такой до 5 форме пока никто не хочу думал патисты юрий ребятки ну вот опять нас поймали подписчики как зовут александр ну вот александр нас нашел на болоте аршинский мох ребятам получилось так что мы один заезд там провалились лед сломали они не могли там выйти ну и пришлось именно через наш лагерь там выезжать всего давайте удачи ребят хотел залить вадиму так как он вчера заглох говорит не надо приходится ребятам лагерь ставить что делать обязательно берите с собой немного воды городская вода кому помыться так ребят заправка баллонов нас вот таких вот 400 граммов их выходит вот таким образом переходник с алиэкспресса переворачиваем и открываем баллы происходит булькарня активная примерно минут на пять можно оставить сейчас уравновесится давление а потом жидкая фракция будет перетекать потихоньку через отверстие я обычно его вот так вот ставлю ты баллон получается у нас вечный но не вечным я такой баллон использую где-то в течение года потом у него соединение все это самое начинает подтравливать и просто его меняем на новый и так ребята настал момент миша не будет резать этот пока не надо удовольствие то меня мечты же утяж диета кстати но резать я могу а резать можно не дед не запрещает резать маленькую тарелочку маленький тортик маленькой ложкой давай мишка где-то ветер ничего могу поделать ко мне будет плохо прекрасно ребят ну что мы покушали тортик вот этот торт у нас связь времен тут написано герасим шерп а тут герасим мир вездеходов я тебе вот лучше срезать виде какой вездеход у нас символичный будем жрать ламба шерп какой-то да но это следующая модель же у них все каждая модель все страшнее и страшнее получать и вот где ребята спрятаться отоссе а тема и сама вот саня нас нашел с конакова приехали до зимой на великом движуха снегоходная вообще процветает яма наваливает полноценных очень надо вот видите по строительный возьмите все на вооружение 200 рубля рубля делаете подушечки такие это же и ой заряжается как-то это же является вот таким складбищем еще рундук короче переносной поспать их как сидение использовать здорово у нас смотрю везде подглядывается у тебя какая шапка между прочим трофейная если чё трофейная и не отбил нет таких выдавались только тем кто о костян да если тебя кубки костя ну конечно все уже знают как ваш макс можно проверить сколько сколько а уже три трещинки на стекле а тебе не поменяли стекло а ждут когда много станет тогда чтоб сразу поменять часто менять чуть часто менять ну вот здесь красочка тоже это самое отошел убушивает потихонечку он и не снимает а сейчас они все вот здесь вот герметиком закладывать здесь герметика за что будет трещин не видно было под герметиком под герман ребят отваливаемся потихоньку то не но это же не 9 миллионов 7 всего можно простить есть попался чем мы себя воспитаем бойца настоящего вездеходчика 50 часов уже прошло по полюра ты все на рыбалку молодец один поездку прибыли пугали давайте суровый вездеходчик весь в экранчиках весь облюбился в гаджетах подсказали ух поехал макс многострадать в общем собрание было постановлено ехать на большой сморит который в лесу а там будет принято второе решение которое нас да нибудь еще приведет да у меня колеса спущены ребят не могу надуть поэтому я остаюсь здесь буду баню ставить буду потихонечку здесь быть налаживать а то тут как тирана на эти приехали все бросили вчера хорошо нас выручила печка вот у меня на зарядке сейчас ребят стоит аккумулятор сороковка вчера который на вебасту использовался вот посмотрите как все выглядит вот он заряжается на андерсон зарядка у нас сейчас идет 57 ампер в чем прелесть лифи по 300 battery это вот как раз то что она забирает ровно столько столько сколько дает генератор и полчаса поработав машина у меня зарядила полностью эти на вот такому круиз-контроле из топора надоело ездить надо чуть-чуть отдохнуть просто вот не побытовать скажем так что делать чему-нибудь надоело надоело кататься зимой коварная будем ставить только бани делается это очень легко просто палатки нам уже все достаточно хорошо зарекомендовали нам и сука не но мы не пользовались ну вот и все палатка стоит осталось раскрепить ее собственно можно устраивать баню так ребята я сегодня путешествую не один со мной евгений евгений скажем всем привет привет что если вот вам пол не нужен все равно это стоит сделать для того чтобы не говнить палатку об землю там или обвязь такой потому что утеплитель у нее белый будет некрасиво чистый зимний вариант палатка очень хорошо для компаний 5-6 человек ну наверно 5-6 до для длительного пребывания не для ночевок а вот как мы на канин нос ездили одна палатка у нас было кают компаний другая палатка у нас было кухней или гаражом или баней то есть она пристегивается палатки состегивается друг с другом что очень удобно как-то так опа все палатка натянута установлена остается распределить колени только там идет активное общение по радиостанции вот ребят забрались до зимника это прям настоящий хороший хайвей с прекрасным покрытием вам посмотрите несемся 32 километра в час 33 33 33 34 34 38 39 39 39 39 40 42 42 41 переход происходит вот таким макаром все переход готов постепенно переходим ребят катаются уже даже по рации их не слышно дата умотали подальше не хотят они рядышком ездить есть также отдушины есть сильно жарко станет в такую погоду я думаю градусов 100 мы здесь дадим долго ли коротко а у меня вот такое городище построился ребят две палатки поставил уже за баню почти разместил сейчас вот соберу до конца печь и потом поднатаскаю воды все будет все готово уже для баньки ребятам приедут будем париться там будут сидеть они любасно будет греть здесь будет предбанечек предбанечек у нас будет греться от этой же печки паром будет тепло поступать я думаю хватит всем вот вернусь немножко по поводу печки многие писали то что китайцы уже давно все придумали ребят да конечно не проблема китайцы это придумали стоит 9000 рублей наша система вот это вот я думаю с работы стоит 1050 ну потому что 4 киловаттный обершпехер посмотрите сколько оригинально стоит ну и потом работа вот вся вот это вот что сделано здесь до сварить ящик раму собрать все сконструировать вот мы ее не продаем сразу же говорю не рекламируем не продаем мы просто сделать для себя и повторять не для кого не будем эту систему она только вот для нас для наших походов здесь еще будет доделан рекуператор такой бочонок или не бояли квадрат какой-нибудь через который будет проходить глушитель будет подогревать воздух влетаемый вебасту чтобы сильные морозы там в минус 30 уже был воздух подогрет их палатку шел многие говорят да чё вы не это самое не понимаете ничего возьмите в сос палатку введите все попробуйте при замкнутом цикле поездите часик на машине я посмотрю как вам это понравится у вас все запотеет вам будет душно дышать вы будете дышать своим же воздухом который выдыхаете и не будет притока свежего воздуха то же самое происходит и в палатке и вездеходе если забор воздуха идет внутри не должно быть такого в этой ситуации у вас всегда безопасность во первых если даже какой-то угар поступает то количество свежего воздуха который идет внутри у вас постоянно проветривает палатку у вас постоянно избыточных палатки давление поэтому правильно когда просто подогревается воздух снаружи не изнутри палатки китайские автономки которые вы привыкли видеть там по 5 по 6 тысяч рублей до по 4 у них настолько силуминовый и некачественно сделано теплообменник что он думаю прогорит через годик через два когда он прогорит вы этого не заметить не дай бог вы будете спать при этом вы просто угорите махом при вот такой системе циркуле циркуляционный то же самое раньше шерп делал тоже вездеходы в которых был забор воздуха изнутри утром голова была как футбольный мячик было очень тяжело поэтому должна быть рекуперация обязательно то есть воздух должен подогреваться не циркуляция замкнутая а рекуперация то есть глушитель нагревается до 500 градусов вот эта труба она будет греть воздух входящих вебасту скоро мы это покажем как это будет работать и сделаем замеры нам только морозы я думаю тоже в следующем году в этом году у нас вот минус 5 это максимум там что есть чего такая наша вебаста весит 10 килограмм и две трубы все вот допустим 5 литрушку мы поставили вчера она проработала сегодня еще ночь отработает все одно удовольствие не надо никакого бачка и в любом месте можно найти такую баклажку полторашку любую смотрите как сделано видите это вот у нас сделано для 5 литрушки вчера ножом проковыряли надо дома сделать аккуратненько хоп и можете одеть полторашку сразу же видеть то есть если у вас полторашка значит вы на полторашку на крути есть 5 литрушка значит закройте 5 литрушку вот так вся система работает очень удобно не ну вы видали вообще прям как прям как почти что ничего не было дмитрий вы раз вдохновили на подвиге и я сам что то это в шоке что мы выбрали из плена поехали ко второму самолету делаю надо еще настроить свет ну что все погаснет видели у нас свет к кстати какой вот мачта он какая ромашка здоровая у нас вся эта площадка освещается ночью выключатели колокольчики сделаны хоп хоп дополнительный свет зажигать тема мишка молодец мастерил ребят решил я небольшой перекурчик устроить по печеньку на самом деле на болоте в это время года очень много народов он там два рыбака сидят сейчас попробую увеличить может увидеть формат 4k позволяет ведь делать увеличение и можно посмотреть на какие-то детали он там рыбак сидит я решил первый раз использовать банный полок он делит палатку пополам и печка получается в половинном вот этом пространстве с двойным тентом жар должен быть неимоверный давайте покажу вам чем на получилось итак здесь я прицепил полы здесь у нас переодевалка раздевалка вот сюда вот крючочки вшил сделал не успел ниточки натянуть все можно уже какую-то одежду повесить аккуратненько не тяжелую идем дальше раз переходим заходим парилочку о здесь уже тепло здесь уже ребятки тепло здесь меня вон чё дровишки похрумкивают потихонечку вот такая вот парилочка посмотрим что сегодня будет у у меня правда градусника нет такой температуру показать какую-то замерить да нам это не обязательно что-то замерять вымерять пусть тем кто не верит те и замеряют нам главное чтобы хорошо было кочерыжку положу там все попью чай куда может и пойду и порыбалю есть сейчас быстро натаскаю воды и схожу может быть еще успею половить времени то сколько у нас времени 4 часа через полтора часа стемнеет нет не успею я завтра половлю я тут подобился на вайлдберрисе прикупил себе вот такой вот тазик в него можно замочить веник сразу достаточно большой он по объему японский силикон вот такое же ведро объемом 8 литров и ковшичек подливать поддавать я вам скажу тазиком то куда ошибки ну еще думаю тазиков 568 все нормально будет ребятам же еще огнетушители привез как у нас протект висит протект 80 эти вертолетный огнетушитель маленький такой тоненький 80 секунд аэрозольного тушения мне кажется поразил то что в ю тубе показывают по нему я скоро свои испытания сделаю но моторный отсек машины облитым бензином туши 23 раза с одного баллона не баллона там даже не баллон там сухой аэрозоль идет без давления без силу как пиропатрон выстреливает 80 секунд работает близится закат рыбаки еще не покидают своих мест насиженных может я щас пойду половлю кушка то чем черт не шутит может поймаешь аэрозольный отец аэрозольный отец и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добрались мы до самолета Снегом занесенный Бедолага здесь лежит Ничего от него и не осталось Стоять в дом Его просто Легче вывезти Удалось оторвать Дрон на метр шестьдесят На метр шестьдесят от земли Почему он так жужжит правда Дрон ведет себя агрессивно Скорее всего готовится Какой звуки у меня У него бра-бра Она зашла информация Что вроде как баня там стоит И даже топится И прямо вот там У нас там появилось одно важное дело Мы поехали Все 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Устроим комплекс вальных процедур Субтитры создавал DimaTorzok Ура Ребят 40 час идем Это беляшень Это Юра, ребят, едет Юра приехал Макса догоняем Ну вот, ребята, возвращались через озеро И где-то с расстояния в 2 километра я им свечу лазерным фонарем Вот наш новый поисковый фонарь лазерный Посмотрите, какая дальнобойность у него То есть, насколько они меня хорошо видят То есть, можно подать сигнал при бедствии При пролетающему вертолету, какому-то еще чему-то То есть, это очень удобно и полезно в экспедициях будет Тут с расстояния метров в 400-500 я показываю, чтобы они объехали жерлицы Видите, как это читается со стороны зрителя, да? Мне фонарь очень нравится, ссылочка на него будет в описании Он далеко не дешевый, но габариты и возможности поражают Так, ну все вернулись без потерь Без поломок Юр, сколько градусов там? Я думаю, 120 120 где-то, но у нас градусника нету, конечно же Да я так чувствую Проверить Ну Да? Ну хорошо Это хорошо А я эти торпи подержу, чтобы подержу Ох, ёлы-палы! О-хо-хо-хо, там капец! Вы сами видели, да? О-хо-хо-хо, паровоз Паровоз, блин, я в такой не смогу сидеть Так, народ, все, я тоже пошел в баню Сейчас вот приманадику возьму, бутылочку самой Ага, кишкоблуды Я ем Я пошел в баню Ох, здесь хорошо Владимир Вольфович Что-то у вас тут жонная резина падает Это Юра к печке прилип Щекой Да Юр, мясом пахнет жареным, не ты щекой прилип Я на песке кеду, а то холодно Ха-ха-ха-ха Это в фентреле пришел, в комбезе, а? Малина тут Парит, жарит Ух А-а-а, 4К А-а-а, мои руки-руки-руки О-а-а, печка психовать начинает Тихо-ва Да? Ой-ой-ой-ой-ой Зараза такая Флагучка Да Вот сейчас она как надуваться начнет, видишь, она надувается Да-да-да Значит пошел пар избыточный Да, чувствуется прямо избыточный Вот она, значит, психовать пошла Ух Тепло ли тебе, юноша? Тепло 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 Тепло, дедушка, жопой в кипятке Ой, братцы, я все не могу У вас все еще ждет впереди Все, ребята Я пошел Устроил, да? Красотень Красотень, баня Во Замечательно попарить Во Классно А потом что-то раз парю И 700 у него Не, так я когда команда езжу, я 700-ку беру Когда мы вдвоем ездим, я 500-ку беру Я не беру большой О, ребята подготовились как С халатами Веники мы в этот раз не делали Ну там жарко было очень Не до веников Не до веников было Ох, и опять О, гриф, куда без него-то Никуда Никакой еды без него Не получается У нас 800-ка На 800-ке я первый раз готовлю Жрать, говорю, дело свинячее Это у нас это не срабатывает Маслом залили Да Снова мы Темнота 10 километров прошли Да, вот Василич приехал покушать А мы полтосик сегодня Ну, ребята, полтосик вчера полтосик Сегодня полтосик Прокатили здесь по болотам Самолет доехали, да? Да, будет Его видно? Второй? Второй Там полвинта Нет, забрали В прошлом году Мотор же забрали с него Забрали уже Приезжали как-то МЧСовцы Подняли два мотора из МАТО Ну все, ребят, поехали В Конаково им еще надо До дома добраться Километров 300 Проехали По традиции Салют, бам-бах, бубух Бау-бау-бау! Ура! 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 Вадим! Круто! Вадим нам оставил салют, сказал бахнуть и прислать ему. Вау! Класс! 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 Алексей взял водичку себе зубы чистить на утро. Правильно, как ты с нечищенных зубами-то? Смей парням! Тепленькая, чтобы была, да? Ты ее подмышкой греешь? Ну вот и все, ребят. Еще один день закончился. День, проведенный на природе. Был сегодня достаточно насыщен. Мы сегодня сходили в баню. Ребята прокатились в килограмм 50, побывали на двух самолетах. В общем, замечательно провели время. Время в дружной компании единомышленников. И очень хочется надеяться, что это время в счет жизни защищено не будет. Еще хочется надеяться, что завтра я все-таки поймаю рыбу. А вдруг? Вдруг? Вдруг стрянет какой-нибудь флажок и мы вытащим щуку. Было бы здорово. Все, ребята. Буду отдыхать. Ярких снов вам. Пока. Ох, ребятки, закончился день. Надо сказать, был прекрасный, хороший день. Мы получили массу хороших положительных эмоций. Вы сами все видели. Устали как собаки. Будем спать, короче. Все, ребята. До завтра. Большое спасибо за ваш просмотр. Ваши комментарии, лайки и, конечно же, подписку на канал. Не забывайте задавать ваши вопросы. Ведь на самые интересные мы ответим отдельно и специально. Всего хорошего. До новых встреч. А нас ждут новые приключения.